Перейдем к другим темам. В Якутии продолжается второй международный эпический форум эпосы народов мира. Сегодня участники посетили природный парк Ленские столбы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня же состоялось и пленарное заседание международной научной конференции «Эпическое наследие народов мира. Традиции и этническая специфика» с участием генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. С подробностями Юлия Михайлова. Духовные и культурные традиции любого народа бережно передавались сотни лет от поколения к поколению, благодаря сказителям. Один из них приехал на форум из Бурятии. Это же устно-народное творчество. Теряется потихоньку. Но носители тоже исчезают, язык. Если потеряешь, все, тю-тю. У Легеры основной жанр устно-поэтического творчества бурят. В них воспеваются подвиги древних богатырей. Чтобы не утратить такие виды устного песенного народного творчества, в российских регионах хотят создать систему сохранения своего культурного наследия, как в Якутии. Сегодня Алан-Хо изучают и исполняют со школьной скамьи. А в 2005 году якутский героический эпос включен в список нематериального культурного наследия человечества. А зачем это надо? Спрашиваю. А затем, чтобы, когда идет сложнейший процесс глобализации, и она приводит к унификации не только нашей жизни такой, а еще приводит к унификации культуры, утрату культуры, разнообразие культуры. И в этом смысле, особенно небольшие народы, они могут утратить самые главные основы своего духовного, духовной опоры. Например, вепостей. В целях совместного коммуника по сотрудничеству с ЮНЕСКО, подписанного три года назад, разрабатываются и будут реализованы 16 новых проектов, один из которых уже получил поддержку генерального секретаря ЮНЕСКО, Ирины Боковой в эти дни. В Якутске будет построен Центр Эпоса евразийских народов. Сегодня господин президент поделился со мной очень, я бы сказала, хорошей, позитивной амбиции. Сказать, может, сделать что-то большее. Выйти за границей Якутии, выйти на мировой уровень и создать Патегида ЮНЕСКО Центр, Центр Эпоса. Я надеюсь, что я не открываю какой-то секрет здесь. Делиться с людьми, с народом Сахая Куть. Это ваша инициатива, господин президент. Я хотела поздравить вас за эту инициативу, поддержать эту инициативу. Поддержка ЮНЕСКО в создании такого объекта означает, что финансирование его строительства будет вестись и на средства федерального бюджета. Таким образом, Якутия при поддержке ЮНЕСКО внесет вклад в сохранение эпического наследия евразийских народов мира.